Сегодня проповедь у нас такая будет об учении, потому что мы давно говорили о том, что должно быть учение в церкви, и учение должно быть правильное, учение должно быть евангельское. И, к сожалению, ну то есть как, к сожалению это происходит, но к счастью это происходит так, как написано в Писании. Сегодня есть разные ветра учений, которые постигают верующих, и к сожалению, некоторых эти ветра учений уносят. Знаете, как ураган с собой. И на этой неделе столкнулся с несколькими уже постами в социальных сетях, увидел несколько сообщений от верующих, от пасторов, которые позволяют себе некоторые вещи, ну я считаю, что это неправильные вещи. И вот я молился как бы по этому поводу, и Господь показал несколько мест Писания, на которые стоит обратить внимание. Говорят, что мы очень мало говорим о Библии на служении, или говорим с Библией на служении. Но я могу сказать, что наступают времена тяжкие, те, о которых писал Павел в послании к Емофею. И, к сожалению, нам придется все больше и больше это замечать, видеть, ну а может быть и к счастью. Может Господь грядет действительно очень скоро, как Павел писал, Господь грядет. И времена тяжкие наступают, настали уже времена тяжкие. И от неведения, к сожалению, да, как в Писании написано, от неведения погибает народ. Давайте откроем с вами Библию, второе послание к Емофею. Сегодня будем много читать Библию, потому что очень важно донести эту информацию до вас. Это Слово Божие, которое, я считаю, сегодня многое поставили на место. Я знаю, что нас смотрят в разных других странах. И особенно те, кто не в Израиле, те, кто не евреи, те, кто хотят приобщиться к, так сказать, еврейским корням церкви. Но не знают, как это сделать и делать-то неправильно. Об этом сегодня будем разговаривать. Итак, второе послание к Емофею с первой главы, с третьего стиха. «Благодарю Бога, которому служу, от прародителей с чистой совестью, что непрестанно вспоминаю о тебе в молитвах моих днем и ночью». Это Павел пишет Тимофею, своему одному из длинных учеников. Кстати, он был самым молодым его учеником, похоже, потому что он здесь говорит о юношеских похотях, в разных которых он призывает его сторониться, юношеские похоти. Это значит, ему было где-то примерно от 16 до, может быть, 20 лет. «Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполниться радостью, приводя на память нелицемерную веру твою, которая прежде обитала в бабке твоей Лаиде и матери твоей Евнике, уверен, что она и в тебе». Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что Тимофей был евреем, потому что если бы он был не евреем, то о какой вере говорит здесь Павел. Павел жил, как я напоминаю, в начале новой эры, первый век нашей эры, и тогда было только два вида веры, или религий, как хотите, но тогда еще было не евреем. Первое, это была религия единобожия, которую исповедовали евреи, и второе, это была языческая религия, то есть многобожия, и в каждой стране были разные боги. И когда Павел говорит о вере, он говорит, естественно, о вере в единого Бога. И вот он говорит, напоминает Тимофею, что он и от матери получил это, и от своей бабушки. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы любви и целомудрия. Итак, не стелись в свидетельство Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием и Христовым силой Бога, спасшего нас и произведшего звание, и призвавшего звание святым, но не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». «Открывшиеся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем мизочного. По сей причине я и страдаю так, но не спешусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранит залог мой на он и день. «Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня с верою и любовью в Иисуса Христе, храни добрый залог Духом Святым, живущим в нас». Это только первая глава второго послания к Тимофею. Павел постоянно напоминает его о том, что нужно придерживаться здравого учения и постоянно говорит нам, что люди будут в какой-то момент здравому учению непослушны, то есть они его бы не будут воспринимать. Сейчас меня просили об этом сказать, но я бы сказал, что я буду об этом проповедовать, поэтому я особо своих мыслей не писал в социальных сетях, но сейчас я как бы об этом как раз и поговорю. Дело в том, что церковь, но я об этом тоже сейчас буду разговаривать, в последнее время слишком сильно заигрывается иудаизмом. И уповает она на то, что корни христианства находятся в иудаизме. И это ложь, в которую большинство людей поверило, к сожалению, в мире. И сегодня мы об этом будем говорить. Почему это ложь? Мы эту ложь развенчаем и посмотрим, где на самом деле корни у церкви, у христианства и у того, во что мы с вами умировали. Начнем мы с вами издалека. Начнем с апостольского символа веры. Знаете, какой апостольский символ веры? Да? Не знаете. Сейчас узнаете. Это то, во что мы верим. Это то, когда вы спросят, во что мы верим. Что является символом того, во что мы верим. Мы исповедуем, это апостольский символ веры, следующее. Верую в Бога Отца Вседержителя, Творца Небо и Земли. Верую в Иисуса Христа, Единородного Сына Божия, Господа нашего. Зачатого от Святого Духа, рожденного от Девы Марии, и страдавшего при понде и пилате, распятого, умершего и погребенного, и сошедшего в ад, и воскресшего в третий день из мертвых, и восшедшего на небеса, и сидящего от Иисусу Бога Отца Вседержителя, откуда и придет Он судить живых и мертвых. Верую во Святого Духа, и Святую Вселенскую Церковь, и общение святых, в оставление грехов, и телесное воскресение, и в жизнь вечную. Это символ веры любого христианина, который верует в здравое учение христианства. И у нас, евреев, понимаете, есть такой комплекс. Комплекс неполноценности. Он старый, этот комплекс. Он ведется у нас еще с момента изгнания. Вы знаете, что недавно мы отмечали свой печальный день. Это день 9 августа, день разрушения 1-го и 2-го Иерусалимских храмов. Именно в этот день произошло очень много разных событий на протяжении истории. Они все описаны, не будем о них сейчас говорить. Но по факту у евреев сложился комплекс неполноценности после изгнания. То есть, если мы скажем так, что в первое разрушение храма Варгнана Худоносора, евреи были просто переселены насильно, переселены из этих мест в Вавилон, то во времена второго, разрушения второго храма, евреи их просто изгнали отсюда. Просто запретили им здесь селиться, запретили им здесь жить. И они как бы были развеяны, рассеяли во всем мире. Все это было по Писанию. То есть, это и в Иезекине написано, и в Исаии написано, и в Иеремии написано. Но евреи остались без земли. То есть, они остались без земли, они остались без храма. Мало того, что они остались без храма, я напомню, что во времена Вавилонского изгнания в храме все-таки оставалась какая-то утва, частично, по крайней мере. Во время римского изгнания из храма было похищено все. Все абсолютно. И мы знаем с вами, что на арке Титр это изображено, что вынесли даже минор. Это был символ света в храме. Другого источника света в храме не было, когда минор, вы знаете. Так вот, у евреев есть комплекс собственной неполноценности, и он, естественно, оправдан. Это не потому, что евреи такие, вот, знаете, обиженные, все-таки Богом избранный народ. Народ, который Бог всегда вел, и хранил, и оберегал. Но что-то произошло. И особенно это развилось у нас в последнее время, когда, ну, многие, многие, будем так говорить, страны, многие цари, многие власти евреев уничтожали. Евреев изгоняли, от евреев отказывались и открещивались, что называется, как от чумы. Даже обвинились, кстати, евреев в одно время в возникновении черной чумы. Было такое историческое событие, когда на евреях начались гонения из того, что их обвинили в том, что они являются рассадниками чумы. Давайте возьмем поближе историю. Нас было почти 12 миллионов по всему миру. Может быть, меньше, может быть, больше. Точно сейчас никто не знает, потому что переписи как таковой не велось. Но, тем не менее, было такое событие, как катастрофа, холокост. И во время холокоста было уничтожено 6 миллионов евреев, потому что они евреи. Ни по какой-то другой причине. Ни потому что они красивые или некрасивые, враги или не враги. Они евреи. И по этой причине они были уничтожены. Церковь промолчала, когда это все происходило. Потому что по католической доктрине, евреи, да, отвержены Богом народ. Но мы знаем, что это не так, но тем не менее, они считают, что это Богом отверженный народ. Но убивать евреев нельзя. По католической доктрине. Потому что их нужно спасать. Им нужно проповедовать Евангелие. Их в конце концов, да сильно нужно обращать к бесконечности, но не убивать. Но нацисты пошли дальше. Они начали убивать евреев, уничтожили 6 миллионов евреев. И когда, так сказать, в качестве извинения всего мира, потому что весь мир промолчал. Когда евреев изгоняли из Германии, весь мир промолчал. В качестве извинения было предложено создание государства Израиля. И вы знаете, что мы единственное в мире государство, которое называется государством. Больше нет такого государства, которое называется государством. Есть республика, есть королевство, есть федерация, есть конфедерация Но мы единственное в мире государство, которое называется государство Почему? Потому что у евреев есть комплекс собственной неполноценности И это не хорошо и не плохо, это не потому что евреи плохие или хорошие Нет, он есть Потому что всегда это было меньшинство Но даже когда выходили из Египта, несмотря на то, что шло вот это миллионное общество евреев И все на них смотрели и удивлялись, и боялись некоторые Даже вызывали специальных пророков, которые хотели, чтобы прокляли Но никто не смог проклясть то, что Бог благословил Но тем не менее, у евреев всегда был комплекс неполноценности и комплекс вины Потому что на разных этапах жизни еврейского народа евреев всегда обвиняли И они рождались уже, знаете, когда 2000 лет человек рождается с комплексом того, что он в чем-то виноват Это потом перерождается даже в шутке Вы знаете, во время войны была такая шутка Она, конечно, черный юмор, но тем не менее Во время бомбежки Лениграда, Лениграда тогда, да Был убит слон в зоопарке И один еврей к другому говорит Мойша, ты знаешь, что во время бомбежки в Лениграде был только один слон И именно в него попала лоб Тут его спрашивают, а евреям за это что-нибудь будет? Это смешно, но по крайней мере евреи всегда рождались с чувством собственной неполноценности Они всегда были в чем-то виноваты Только потому, что он еврей Знаете, из басни у Крылова такая Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать Кому-то нужно было вымещать свои проблемы на ком-то другом И объяснить это тем, что есть какой-то народ, который виноват И то, что в 48-м году было создано государство Израиль Не Израиль, не Эр-Цесраиль, не республика, не знаю, что еще А государство Израиль, это была точка, которая была поставлена евреями всего мира В двух с половиной тысячелетней истории фактического изгнания и лишения собственной земли С момента изгнания, или с момента вавилонского плена У Израиля не было собственной земли Здесь постоянно кто-то хозяйничал Здесь кто-то были вавилоняне, потом пришли греки, потом пришли римляне Потом евреев вообще изгнали Потом крестовые походы, потом арабы Здесь что только нет Здесь на еврейской земле, на земле, которую обещал Бог Аврааму, Ицхату и Якову Мерзость запустения И евреям было тяжело Это был единственный народ, который развеян по всей земле И у которого нет собственной земли И с этим мы жили две с половиной тысячи лет Кто где? Кто-то на севере, кто-то на юге, кто-то на западе, кто-то на востоке Но Бог начал собирать нас сюда И вот этот вот дух, который сейчас идет между разными церквями, к сожалению К сожалению того, что евреи отвержены народ Что Израиль, вы знаете, что есть такие церкви Их мало, но они есть, к сожалению Которые каждый день собираются и молятся за уничтожение государства Израиля Потому что считают его проклятием на весь мир И есть противовесы тому служители, которые ездят по таким церквям и проповедуют То, что это неправда, что это не так, что это ложь, в которую кто-то поверил Или кто-то вам рассказал об этом, они говорят Но вы не должны, потому что Писание говорит совсем другое И сейчас вся церковь пытается как бы загладить свою вину перед евреями Я хочу просто до некоторой степени вас продостеречь Ну и может быть те, кто это будет делать Если вам Бог не проговорил подойти к евреям И попросить у него прощения За то, что ваши предки сделали с его народом Вы не обязаны просить прощения у еврейского народа Вы, еврейскому народу, ничего плохого не сделали А невиноваты дети за своих родителей не несут ответственности Даже юридически И, вы знаете, Бог уравнял всех в церкви Он для этого пришел сюда И мы с этого начали, с апостольского символа веры Когда он страдал, был распят, погребен, сошел в ад и воскрес в третий день Чтобы воссесть среди сноя Бога не вся Он уравнял всех Писание говорит Когда говорит? Две тысячи лет назад В Колоссианам 3 глава 11 стих Где нет ни иудея То есть, общество, общение святое Где нет ни иудея, ни эллина Ни обрезания Ни не обрезания Ни вавора, ни скифа, ни раба, ни свободного Но все И все и все Христос То есть, он сделал нас одним, единым, целым человеком И вот эта вот ересь о неправильном толковании Богоизбранности евреев Она проникла, к сожалению, сегодня в церковь Евреи Богом избранный народ Церковь чувствует себе На себе вину за предков О том, чтобы евреев гнали Для евреев были погромы И сегодня Это превратилось просто В цирк Вот на это все смотришь и печально Знаете, вот как раньше Был такой цирк Я еще застал его в Советском Союзе Церкви Лилипутов, знаете? Видите ли когда-нибудь? Ужасное зрелище, но людей забавлял Цирк Лилипутов И Вот, казалось бы Они Выступали Они артисты Они реально артисты Они на это учились Но их там выставляют не как артистов Их там выставляют как Лилипутов Как людей, которые Выбились из общей массы Они не такие, как все И сегодня этот цирк Лилипутов Это евреи на фоне церкви Евреи вывели просто Смотрите, евреи Давайте мы им поможем Они бедные, несчастные Они затурканы Турцией Но на самом деле Ведь не к этому Бог призывает Он говорит, что Бог будет судить Народы по отношению Их к еврейскому народу В этом написано в Евангелии Что Он разделит овец от козлов И будет судить Потому как евреи Как к евреям относились В той или другой стране Но сегодня, знаете, такое впечатление Что вся церковь пытается наперед В кредит загладить свою вину Если что-то вдруг где-то не так Как сделали Давайте мы сейчас заранее попросим У евреев прощения Церковь чувствует вину За столетия антисемитизма И этот антисемитизм Был во всей вселенской церкви Во всей вселенской церкви Ничего не поделаешь Евреям всегда относились плохо Но, знаете, единственных евреев Которые церковь знает Это современные евреи Вот те, которых мы с вами видели С пейсами, в шляпах С этими тфелинами на лбу Вот эти вот бесконечные Вот эти вот раскачивания Возле стелепа Это вот те евреи Которых знает сегодняшняя церковь И они думают, к сожалению Ну, то есть, смотрите Церковь не виновата в том, что Те, кто учит ее Не вникали никогда в историю Она не виновата в том, что церковь Не знает сегодня Что все, что происходит сегодня И вот это вот так называемое Еврейство Это совсем не еврейство Это равенский иудаизм Это религия Которая создана Не для поклонения единому Богу А против христианства И я об этом заявляю Пусть не будет сегодня звучать Неполиткорректно Я знаю, что это будет выставлено Еще в своих социальных сетях Но я знаю точно, что я говорю Сегодняшний равенский иудаизм Это не религия поклонения Единому Богу Афраму Ильцкаку Ильякову Это религия против христианства И, к сожалению Вот эта религия против христианства Сегодня проповедуют в церквях Есть пастора, которые приглашают равинов Проповедовать в церкви Равинов, которые изучают Один из самых популярных трактатов Средневековья Называется Тольдот Ешу Или Возникновение Иисуса Ешу переводится Многие говорят, наверное, его звали Ешу Его не звали Ешу Его звали Ешуа Это разные вещи Нет имени Ешу вообще Ни в армейском невыбрите Нет такого Ешу это аббревиатура Которая переводится Емав, Шимов и Сихро Что в переводе означает Будь проклята память и имя Его И только так Евреи имеют право называть Иисуса Христа из Назарета Который пришел и умер за вас Дорогая церковь Кровью которого Онуты ваши грехи И евреи, которые сегодня Проповедуют вам То, что христианство Корни в иудаизме Говорят и называют Его Ешу, а не Ешуа Они проклинают Его имя и память И при этом вы говорите, что ваши корни В их религии Нет, дорогие мои Это ошибка Это ложь, которую сегодня церковь пытается убедить Я не знаю почему Различные наши еврейские пастора Которые называют себя пасторами Которые уводят людей Вот в эти вот ветра учений непонятные Которые непонятно для чего сегодня Читают Талмуд Читают все эти трактаты Старцев и так далее Мы об этом сейчас поговорим Но поймите Что нет никаких корней христианства в иудаизме Начнем с того, что иудаизм моложе христианства Как минимум на сто лет И не было никакого иудаизма во времена Иисуса Христа И меня просто иногда удивляет Как мы, евреи, живущие здесь в Израиле Знающие свою историю Верим вот в эти сказки Про то, что у христианства есть корни в иудаизме Когда Христа уже раскали Когда Он уже воскрес Когда Он вознесся на небеса Когда Он явился Павлу Когда Павла уже давно не было в живых Его казнили Когда умер Иоанн, последний апостол Только через сорок лет после этого Начал появляться иудаизм Вы говорите о том, что корни христианства в иудаизме Почитайте историю Иудаизм начал возрождаться Только после разрушения Иерусалима А это 138 год на шее Поэтому не меркнем это Более того Церковь сегодня думает Что все эти традиции Которые есть у евреев Носить кипы Надевать филины на голову Омывать руки перед едой Это традиции евреев Нет 95% традиций Современного иудаизма Это вавилонские традиции Они рождены были еще в Вавилоне Потом были принесены различными колдовскими учениями Такими как каббала Каббала не древнее учение Ему чуть больше тысячи лет Его изобрел человек Который 30 лет По его же свидетельству Просидел в темной пещере Которому явился какой-то там архангел Послушайте, если бы вы просидели 30 лет В темной пещере И не видели бы людей Вам не то бы виделось Понимаете? Это абсолютное колдовство Это страшные вещи Которые сегодня творятся И многие говорят Что нужно изучать каббалу Что нужно изучать книгу Зоа Я вам хочу сказать Что если в вашей жизни сегодня Есть болезни, проклятия Если в вашей жизни Есть какое-то недовольство Если в вашей жизни Есть какие-то плохие вещи Которые происходят И в вашем доме Находится книга Зоа Сожгите ее Отнесите ее в печку Эти книги не место Это не святая книга Как многие евреи ее представляют Поймите, что христиане Никогда не вникали В историю иудаизма И в историю религии И в историю еврейства И это, к сожалению Очень сильно отражается В негативную сторону На христианах Евреи знают гораздо больше Чем христиане И поэтому они умудряются Запудрить мозги Современным христианам И вы знаете Еще раз думаю Церковь в целом не виновата Что она не знает историю Она виноваты Те, кто учат церковь Потому что здравое учение Должно быть в церкви А его, к сожалению Там сегодня не хватает И поэтому, собственно говоря Я об этом и говорю И вы знаете Очень многие уверены Что каббала Это древнее учение Они уверены Что звезда Давида Это древний еврейский символ Я вас разочарую Он никогда не был еврейским символом Он стал еврейским символом В Польше И Чехии Благодаря какому-то равену Каббалисту Который вел это Как защитный какой-то символ Над дверями синагоги И до этого Это был простой орнамент Который известен И среди мусульман И среди буддистов И среди кого вы хотите Это просто Шестиконечная звезда Не более того Но каббалисты назвали Ее звездой Давида И вы знаете Что евреи Которые жили В Марокко, в Тунисе В Северной Африке Они до По-моему 1200-200-200-го года Вообще не знали О существовании звезды Давида Как символе Потому что единственным символом И евреев И еврейства Была минора Всегда Никогда не была звездой Давида И еще раз говорю 95% традиций Были принесены В современный иудаизм И взяты из Вавилонского калмуда И 5% Это традиции поклонения Вавилонским идолам И только 5% Это то, что взято историей Сюда же относятся Субботние свечи Сюда же относятся Тфилина Мовение рук И всякое прочее Будьте осторожны с этим Потому что Когда вы зажигаете Свечи в субботу Не произносите ту молитву Которую традиционно Произносят здесь евреи Вы Нарушаете заповедь Не произноси Ими Господа Бога твоего В суе Хотя бы только потому Что вообще не заповедовал Вам зажигать Субботние свечи Этого нигде нет Это устная Тора Устная Тора Это писание старцев И об этом Говорится в Евангелии От Матфея 15 глава Прочитаем ее всю С первого Ну не всю С первого Девятый стих Тогда приходят Тогда приходят К Иисусу Иерусалимские книжники И фарисеи И говорят Зачем ученики твои Приступают Предание старцев Обратите внимание Они спрашивают Учителя Почему ученики Приступают Не законы Торы А предание Старцев Ибо не умывают Рук свои Когда едят хлеб То есть они совершили Обряд омовения рук Который якобы Заповедовал Бог делать Он же сказал Им ответ Зачем вы Приступаете Заповедь Божью Ради предания Вашего Это Иисус Говорит Это ваш Бог Говорит фарисеям Он говорит Не делайте этого А сегодняшние евреи Ходят И обывают себе Трижды руки Из этих чашечек Которые ставили В Вавилонском храме Поклонение Богу Морду И сегодня Они считают Что это еврейские традиции Ибо Бог Заповедовал Почитая Отца и мать И злословящие Отца и мать Смертью умрет А вы говорите Если кто скажет Отцу или матери Дар Богу То чем ты От меня пользовался Тот может И не почтить Отца своего Или мать Смертью Таким образом Вы устранили Заповедь Божью Приданием Вашим Лицемер Хорошо пророчествовал О вас Исайя Говоря Приближаются Ко мне люди Устами своими И чтут меня Языком Но сердце же Их трекотствует От меня Но тщетно Чтут меня Уча Учением Заповедям Человеческим Я напоминаю вам Что то что сегодня Преподается В некоторых церквях Особенно Так называемых Мессианских И в виде Талмудов И Вавилонского И Иерусалимского Это не что иное Как просто Набор Трактатов Трактатов О толковании Торы Разными Равина Ничто иное Это просто Набор легенд Всяких диалогов Там много Мудрости Я ни о чем не говорю Но мудрость там Человеческая И то что здесь Говорит Иисус Что Еще тогда Когда только Шел разговор О том Еще не был Даже написан Не Вавилонский Иерусалимский Талмуд Когда только Шел разговор О том Что нужно было Все это узаконить Когда появились Парисеи И начали записывать Каждые свои законы И начали Просто приступать Заповеди Божьей Просто заповедями Человеческими И теперь Церковь пытается Свою загладить Вину Перед евреями И думает Что все что написано В Вавилонском Талмуде В трактатах Мудрецов Это то что нужно Соблюдать И называют это Священными книгами И принимают Все за чистую монету И делают это На основе одного стиха Который просто Вырван Из контекста Всего послания К криминам Просто взят Вот так вот И вырван Из контекста И на основании Этого стиха Сегодня все Прямо перед евреями Там Я не знаю Вот остилаются Как я не знаю Я вот не видел Ни одного Здравомыслящего пастора С которым я общаюсь Из России Который не еврей Чтобы они вот Передо мной Там прямо Расшаркивались Извините Уважаемые евреи Не принестили вам Чего-нибудь Вы что-то Такой Бога избранный 35 реверанцев Там Шлипсняриш Нет Они со мной Разговаривают Как брат С братом В Иисусе Христе Потому что Написано Нет больше Ни иудея Так вот На каком основании Сегодня Все это Раболепство Перед евреями И принесение Иудейской Не еврейской Иудейской Ереси В церковь Римлянам 2 глава 17 стиха Вот ты Называешься Иудеем Кстати Это одно Из самых Обличающих Посланий Павла За всю историю Которую Он писал Даже Послания Каринзинами Надо не стоять Но То о чем Говорит Отслание К римлянам Это очень важно Он пишет Римлянам Не в смысле Римлянам В живущем В Риме А евреям Которые Являются Частью Божьей Церкви В Риме То есть Поймите Что уже Тогда Существовала Проблема Того Что евреи Ставили себя Выше Чем Все остальные Хотя Писание Четко Нам указывает На то Что Иисус Всех Сделал Одним человеком Итак 17 стиха Вот ты Называешься Иудеем И успокаиваешь Себя Законом И хвалишься Богом И знаешь Волю его И разумеешь Лучше Научаясь Из закона И уверен О себе Что ты Путеводитель Слепых Свет Для находящихся Во тьме Наставник Невеж Учитель Младенцев Имеющий В законе Образец Видения Истины Как же Ты Уча Другого Не учишь Себя Самого Проповедуя На Не красть Крадешь Говоря Не прелюбодействуешь Прелюбодействуешь Гнушаясь Идолов Святотатствуешь Хвалишься Законом А преступлениями Закона Без честишь Бога Ибо Из-за вас Как написано Имя Божье Хвалится У язычников Обрезание Полезно Если Исполняешь Закон А если Ты преступник Закона То обрезание Твое Стало Необрезанием Ибо Итак Если Необрезанный Соблюдает Постановление Закона То его Необрезание Не вменится Льему В обрезание И необрезанный По природе Исполняющий Закон Не осудит Ли тебя Преступника Закона Приписания И обрезания Ибо Не тот Иудей Кто По наружности И не то Обрезание Которое Нужно По плоти Но тот Иудей Кто Но внутренно Таков Но обрезание Которое Сердце По духу А не по букве Ему похвала Не от людей Но от Бога И у этого В этой главе Есть продолжение Мы продолжим С вами Третья глава Итак Вот тот самый Местописание На основании которого Есть дичайшее Заблуждение От того Что евреи Лучше Чем все остальные Итак Какое преимущество Вить иудеям И какая польза От обрезания Великое преимущество Во всех отношениях А наипаче В том Что им Верено Слово Божье Вау Веснинг говорит Евреям Верено Слово Божье Поэтому Все должно быть Евреям Все Как у евреев Вот так и у нас Должно быть Но разделяйте Слово Божье Или книги Написанные Людьми Слово Божье Это Тора Пророки И Писание Точка Там нет Никакого Ни Зора Ни Кабалы Ни Далмуда Ни Вавилонского Ни Никакого другого Это Тора Пророки И Писание И это то Что знал Иисус Это то Что знали Апостолы Это то Что знал Павел Это все Что знали Евреи Которые Изучали Своей Своей Корм Находясь В Римской Инферии Тогда На греческом И вот Смотрите Как Это Вырвано Из Контекста Мы Дочитаем Это Место До Конца Потому Что Мы Обязаны Это Прочитать Итак Далее Великое Я повторюсь Великое преимущество Во всех отношениях Они плачут В том Что Им Верно Слово Божье Ибо Кто Жи Ибо Что Жи Если Некоторые И неверны Были Неверность Их Уничтожит Верность Божья Никак Бог Верен И всякий Человек Жив Как написано Ты праведен В словах Твоих И победишь В суде Твоем Если Наша Неправда Открывает Правду Божью То Что Скажем Не Будет Ли Несправедлив Когда Изъявляет Нет Говорю По человеческому Суждению Никак Ибо Иначе Как Богу Судить Мир Ибо Если Верность Божья Возвышается Моей Неверностью К славе Божьей То Что Еще То За что Меня Еще Судить Как Грешника И Не Делать Ли Нам Зло Чтобы Вышло Добро Как Некоторые Злословят Нас Говорят Будто Мы Их Так Учим Праведен Что же Имеем Имеем Ли Преимущество Смотрите Что пишет Павел Это Очень Важный Момент Имеем Ли Преимущество Нисколько Ибо Мы Уже Доказали Что Как Иудеи Так И Елены Все Под Грехом Как Написано Нет Праведного Ни Одного Нет Разумевающего Никто Не Ищет Бога Все Совратились С пути До Одного Негодны Нет Делающего Добро Нет Ни Одного Горта Них Открыт Гроб Языком Своим Обманывают Ян Аспытов На Губах Устах И полны Злозловия И горечи Ноги Их Быстры На Пролезе Грови Разрушение И пагуба На Путях И Они Не Знают Пути Мира Нет Страха Божия Перед Глазами Но Мы Знаем Что Закон Если Что И Говорит Говорит И Несостоящим Под законом Так что Заграждаются Всякие Уста И Весь Мир Становится Виновен Перед Богом Потому Что Делами Закона Не Оправдывается Перед Ним Никакая Плоть Ибо Законом Познается Грех Я пропущу Некоторое место 27 стих Где То Чем Хвалиться Это Он Зает Вопрос Еврея Еврея Там В Риме Где То Чем Хвалиться Уничтожено Каким Законом Законом Дел Нет Но Законом Веры Ибо Мы Познаем Что Человек Оправдывается Верою Независимо От Закона Неужели Бог Есть Бог Иудеев Только А не Язычников Конечно Язычников Потому Что Бог Один Который Оправдает Обрезанных По вере И не Обрезанных Через Веру И так Мы Уничтожаем Закон Веры Никак Но Закон Утверждаем Дальше Он Говорит Об Аврааме О том Что Без Веры Авраам Никогда Не Угодил Богу Но Он Спрашивает Очень Важный Вопрос Когда Авраам Вменилось Праведливостью Когда Он Уверовал Богу Когда Он Поверил Богу Но Поверил Богу Он До Того Как Стал Обрезанным Удивительно Правда Это Не Я Говорю Это Павел Пишет Он Поверил Богу И Обрезание Написанным Стало Символом Того Что Он Поверил Поэтому Не Важно Каков Закон Главное Что Соблюдают Люди На самом Деле Поверят Немногие Еврейские Лидеры общины Сегодня На этой почве Стали Просто Не знаю Какими-то Почитательными Богоизбранными Людьми И позволяют Себе Говорить С высокой Трибуны О том Что Они Единственные Кто Знают Что Нужно Делать Открывают Толгут И Читают Тех Мудрецов В кавычках Которые Называют Нашего Бога Сыном Блудницы Я считаю Что Это все равно Что Давать Проповедовать В церкви Самому Сатане Это То Что Называется Давать Волю Ветра Мучений И Поддаваться У церкви Нет Никаких Корней Иудаизма Никаких Нет Ничего Общего В церкви С иудаизмом У церкви Есть Корни В вере Авраама Ицхака Иякова В Бога Авраама Ицхака Иякова Который Сотворил Небо И землю Который Один В трех Ипостаси Бог Отец Бог Сын Бог Дух Святой И все Трое Они Были До Создания Мира И Никогда Никто Из них Не был Отдельно Трукотруб Это То Во Что Верили Все Ивлеи Того Мира Но Сегодня Иудаизм Это Отрицает Теперь Скажите Мне Тогда Если Иудаизм Отрицает То Во Что Верим Мы Как Мы Слушать Иуде Кто Проповедует Иудаизм Может Так Им Удобнее Этим Пасторам Цконтам Простите за выражение Равинам Жить Среди Эртодоксальных Евреев Мне Не важно Я с ними Разговариваю На основании Танафы И мы с ними Договариваемся Сразу О том Что Я Им Не рассказываю Про Новый Завет А они Мне Не рассказывают Про Талму И когда Мы Начинаем Разговаривать С ними На основании Торы Пророков И писания У них Что называется Крыть нечем Потому что Вся Тора От бытия До Пророка Малахи Указывает На Иисуса Христа И нет другого Мессии Потому что Изначально Я им говорю Следующее Если вы сможете Мне На Торе Танахи На Торе Пророков Писаний Показать Другого Мессию Я прямо Сейчас Отрекусь От Иисуса И приму Вашего Мессия Но вы не сможете Потому что Другого Нет Есть только Один Мессия И он должен Быть Бог Потому что Ни один человек Не способен Решить Проблему греха Только Бог А сегодня Сколько хасидует Вот этих Движений Иудаизма Хаббат Эти самые Нахманы И все остальное Вот сколько Таких движений Столько у них Лидеров И столько Сегодня Мессии И они им поклоняются Теперь скажите мне Может ли Кто-то Человек Смыть грехи Если этот человек Не рожден от Бога И Вы знаете Вот эта фарисейская закваска О которой предупреждал Иисус Она сегодня проникает В церковь К сожалению И простите за выражение Пудрит мозги И рощ Особенно те Кто живет За пределами Израиля И вы знаете Любая ложь Если она красиво Преподнесена Станет Более правдоподобной Чем самоправда Но Вы знаете Иисус об этом предупреждал Если мы внимательно Читаем Библию Внимательно И верим Что это слово Божье От начала до конца От Откровения То мы не можем Быть под влиянием Этих учений Потому что Если мы идем Под влиянием Этих учений Значит мы Библию Не знаем Вот что говорит Иисус В Евангелии От Матфея В 23 главе Тогда Иисус Начал говорить Народам И ученикам своим На Моисеево Вседалище Семьи книжники И фарисеи Итак Все что они Вам велят Соблюдать Соблюдайте И делайте Но по делам же Не поступайте Ибо они говорят И не делают Связывают Премена Тяжелые И неудобно Носимые И возглакают На плечи Людям А сами Не хотят И перстом Двинуть Все же дела Свои делают С тем Чтобы видели Их люди Расширяют Храмилища Свои Про храмилища Имеется ввиду Тфилины Которые они Увеличивают Воскрыли Одежки Своих Имеется ввиду Цицид Это единственное Что было Соблюдать А также Любят Предвозбежание На першинствах И председания В синагогах И приветствие В народных Собраниях Чтобы все Называли их Учитель Учитель А вы Не называйтесь Учителями Ибо один у вас Учитель Христос Имеется ввиду Что он не называл Себя Учителем Он говорил Что тот Кто пройдет От Бога То есть Мессия То есть Кто-то спасет Он может Только научить Правду И он говорит Что этот Учитель Единственный Кто у вас Может быть Все же Вы братья Он говорит Сегодня Они говорят Тоже Мы же все Братья Весь Израильский Народ Братья Только Равину Нужно ручку Поцеловать И денежку Принести А так Все братья Конечно Все хорошо И отцом Себе Не называйте Никого На земле Ибо Один у вас Отец Который На небесах Не называйтесь Наставниками Ибо Один у вас Наставник Христос То есть Мессия Больше Из вас Да будет Вам Слуга Ибо Кто Возвышает Себя Тот Унижен Будет А кто Унижает Себя Тот Вознесется Горе Вам Дальше Обличение Фарисеям Всем Кто И сегодня Вот эту Фарисейскую Елесть Несет в церковь Горе Вам Книжники И фарисеи Лицемеры Что Затворяете Царство Небесное Человеком И вы Сами И входите И входящих Туда Не пускаете То есть Перед вами Если стоит Пропомедует Равин Иудейский Равин Который Называет Вашего Бога Человеком С проклятым Именем И памятью Который Написан Слушать Такого Равина Дальше Горе Вам Книжники И фарисеи Лицемеры Что Поедаете Дома Вдов И Лицемерно Долго Молитесь Зато Принимаете За это Примите Тем больше Осуждения Горе Вам Книжники И фарисеи Лицемеры Что Обходите Море И сушу Дабы Обратить Хотя бы Одного Но Когда Это Случится Делайте Его Сыном Гиены Вдвое Худшим Вас Горе Вам Вожди Слепые Которые Говорите Если Кто Поклоняется Храмом Не будучи Отрывок В смысле Иисус Говорит Что Нельзя Ничем Клясться Бог Это Говорит Нельзя Клясться И они Сегодня Все Говорят Не Буду Клясться На самом Клянуться Чем Угодно Торы Своими Родителями Своими Детьми И так Далее До сих Пор Кстати 2000 лет Важнейшее В законе Суд И милость И веру Сиену Наближало Делать И того Не оставлять Вожди Слепые Оцеживающие Комара Говорит Мудопоглащающие Горе Вам Книжники И фарисеи Лицемеры Что Очищаете Внешность Чаши Ваши Блюда Между тем Как Внутри Они полны Хищение Неправда Фарисей Слепой Очисти Прежде Внутри Чаши Блюда Чтобы чиста Была И внешность Горе Вам Книжники И фарисеи Лицемеры Что Уподобились Окрашенным Гровам Которые Снаружи Кажут Красивыми А внутри Полны Костей Мертвы И всякой Чистоты Так как Вы По наружности Кажетесь Людям Праведными А внутри Исполнены Лицемерие И беззаконие Я просто Смотрю На это Я оттуда Просто пришел Из этой Фарисейской Среди Я знаю Как это все Происходит Как это все Снаружи Красиво Выглядит Белые Убашечки На Йом-Кипур Белая Кипа Ходим С Сидуром Синагогом Проходим Йом-Кипур Идем дальше Вороват Все нормально Зато Круто Все это Представлено Горе Вам Книжники Фарисеи Смотрите дальше Это все продолжается До сих пор Две тысячи лет Назад Иисус Об этом Горе Вам Книжники Фарисеи Лицемеры Что Строите Гробницы Пророком Вы украшаете Памятники Праведников И говорите Если бы мы Были во дне Отцов наших То не были бы Сообщниками В пролитии Крови Пророков Таким образом Вы сами Против себя Свидетельствуете Что вы Сыновья Тех Которые Избили Пророков Дополняете В меру Отцов Ваших Змеи Порождение Ихиднины Как Убежите Вы От сосуждения В Гиен Посему Вот Я посылаю Вам пророков И мудрых И книжников И вы Иных Убиваете И распинете А иных Будете Бить Синагога Ваших Гнать Из города В город Да и Придет на вас Вся кровь Праведная Пролитая На земле От крови Авера Праведного До крови Захарии Сына Варахина Которого Вы убили Между храмом И жертвенником Истинно Говорю вам Что все С ее Придет На род Иисусалим Иисусалим Избивающий Пророков И камнями Добивающий Твоих детей Как птица Сыграет Тенцов Твоих Под крылья И вы Не захотели Все Остается вам Дом ваш Пуст И Воссказываю Вам Не увидите Меня Доныне Покоря И воскликните Благосновен Гряды Во имя Господне Потому что Сегодня разрушен Храм Храма нет Тут оставлен Нам город Без Храма Без Бога Божье присутствие Конечно здесь есть Потому что Его земля Он избрал Эту землю Но Как Иисус Говорил Приближается Устами Ну Сердце далеко И Вам это описание То что я сейчас Прочитал Ничего не напоминает Я просто Затем Вышел Я видел Все это Все это Ложь Все это Лицемерие Не знаю Вновь с вам Или нет Возможно Тем Кто живет За границей Да Вы знаете Что Писание Не разрешает Насилие Мужчина Над женщиной А раввины Разрешают Раввины Говорят Если человек Находится Вдали от дома Если ему Очень захотелось Женщину Он может Ее изнасиловать При условии Что она не еврей Вот так Можете со мной Спорить Но я вам могу Привести Галактические Поставления Это фарисеи Это фарисеи Солдаты Которые Написано Солдат Которые Находятся На территории Другого Государства Если Это государство Боюет Против него Имеет Право Насиловать Женщин Которые Там Живут Если Они Не Политические Они Задавили Все Другие Направления Иудаизма Ну И еврейские Веры И Для всего Есть Одна Единственная Ветка Фарисейства Это Равенский Иудаизм Вы знаете Что есть Такие Эфиопские Евреи Которые Всю жизнь Жили Как Евреи Они Другого Еврейства Не знают И Когда Их Привезли Сюда И Заставили Принять Геюр По Современным Иудейским Право Почему Потому что Они сказали Какие Равины Мы Не знаем Никак Равинов У нас Есть Мы Есть И Есть Бог Они Провозбосили Христиан И Сказали Если Вы Не Примете Геюр И Не Станете Поклоняться Равинам То Вы Не Сможете Приехать В Израиль И Тогда Иисус Об этом Говорил Еще Не Было Ни Колдовства Иудаизма Ни Кабалы И Сегодня Вы знаете Что Поощряет И Кабалу И Гадание На Картах И Астрологию Все Это Поощряется Равинов И Сегодня Главное Кабалистическое Колдовское Учение Кабала Если Человек Не Не Знает Не Изучает В книге Зора У него Дома Нет Он Неправильный Еврей Эти Люди Проповедуют Вам Синагога Они Называют Зор То есть Главную Кабалистическую Книгу Священную Я не понимаю Зачем Таким Людям Давать Место В ваших Церквях И Вот Это Все Подогревается Лжеучительством Еврейских Пасторов Которые Говорят Что Евреи Это И Богоизбранный Народ Нам Верено Слово Божье Что Ты Называешь Слово Божье Талмод Это Не Слово Божье Зор Это Не Слово Божье Все Это Человеческая Мудрость Да В Талмуде Есть Много Мудрости Очень Много Человеческой Мудрости И Можно Действительно Оттуда Много Чего Подчеркнуть Но Это Не Слово Божье Мы Не Можем Ставить Его Выше Чем Тора Пророки И Писания 2 Тимофею 4 Глава 3 П 5 И Будет Время Когда Здравого Учения Принимать Не Будут И По Своим Прихотям Будут Избирать Себе Учителей Которые Льстили По Слуху И От Истины Отвратят Слух И Обратятся К Басням Но Ты Будь Бдителен Во Всем Переноси Скорби Совершай Тело Благовестника И Исполня Служение Своё Итак На чем Нам Нужно Спастись С Законом Знанием Еврейской Традиции Когда Сегодня Призывают Читать Талмуд В церквях Простите Что Для кого Может Святое Сейчас Задел Но Простите Меня Это Все Давайте Будем Читать Толстого В церкви Почему Нет Войну И Мир Очень Толстая Книжка Примерно Такой же Толстый Как Талмуд Ну Или Скажем Мертвые Души Давайте Будем Читать В церкви А что Нет Хорошая Книга Много Мудрости Кстати Всем Рекомендую Прочитать Мертвые Душ Примерно Равноценно Столмудом Это Тоже Книга О Мудрости Человеческой Не Говорю Что Там Глупости Написаны Нет Конечно Кстати Благодаря Тому Что Реписан Дол И И Советский Павлуд Мы Сегодня Можем Читать Тору По Советским Текстам Потому Что Они Сохранили Возможность Чтения С Получи Обласов Но Этого Не Было Никаких Деяния Апостолов 16 Глава 25 По 32 Стихи Около Получи Павел И Сила Молясь Воспевали Бога Узники Слушали Их Вдруг Сделалось Великое Заметрясение Так Что Поколебалось Основание Темницы В тот Час Отворились Все Двери И У всех Узы Ослабли Темничный Жи Страж Пробудившись И увидев Что Двери Темницы Отворены Избрек Мечи Хотел Умертвить Себя Думая Что Узники Убежали Но Павел Возгласил Громким Голосом Говоря Не делай Себе Никакого Зла Ибо Все Мы Здесь Он Потребовал Огня Вбежал В темницу И Втрепети Припал Павлу И Силей И Выведи Их Он Сказал Государь Мой Что Мне Сделать Чтобы Спастись Они Сказали Веруй В Господа Иисуса Христа И спасешься Ты И весь Дом Твой И Проповедовали Ему Слово Господне Ему И всем Бывшим В Доме Его Что делать Чтобы спастись Читать Толмод Изучать Еврейские Традиции Нет Писание Которое Если Вы Принимаете Его Богодух Наверное То Писание Говорит Следующее Спастись Мог Только Одни Веровать В Господа Иисуса Христа Что Это Значит Это Значит Что Сам Бог Уже Все Совершил Вы Не Можете Исполнить Закон Как Бы Вы Не Старались Учить Толмод Как Бы Вы Не Называли Иисуса Иисуса Ишуа И Павла Вы Не Называли Шаул И Петра Вы Не Называли Шимоном Послушайте Это Никакого Значения Не Имеет 2500 Лет Люди Спасались Именем Иисуса Христа И Нем Нем Джизис На Иисус Иисус Спасались И Сегодня Они Вошли В Царствие Небесное Если Сегодня Вдруг Вы Обличаете Людей Что Они Не Могут Называть Иисус Они Могут Называть Иисус Они Могут Называть Его Джизис И Только Если Ешуа Тогда Это Все Правильно Послушайте Это Ересь Есть Имя Которое Случит Ешуа Потому Что Бог Сказал Назовешь Его Ешуа Потому Что Он Юши А То Спасет Свой Народ От Грехов И В Гараз И Гараз Интерпретируют По Разному От Того Что У Человека В Языке Нет Буквы Ш Как Например В Греческом И Его Назвали Вместо Ешуа И Иисус Не Значит Что Он Не Спасен Это Ересь Потому Что Мы Должны Опираться На Писание Есть Имя Которое Превыше Всех Имен И Петр Говорит В своем Послании Что Нет Другого Имени Которое Нам Суждено Было Воспозиции Потому Что Само Слово Ешуа И Ешуа Одно И Тоже Имя Означает Бог Спас И Больше Ничего Он Не Означает И В этом Имени Есть Великая Сила Я Об Эм Еще Раз Давайте Повторим Во что Мы Верим Что Спас Спас И Что Я 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 В Бога Отца Вседержителя Творца Неба и земли Верую В Иисуса Христа И Народного Сына Божия Господа Нашего Зачатого От Святого Духа Рожденного От Девы Марии И Страдавшего При понтии Пилате Растятого И Умершего И Погребенного И Сошедшего В ад И Воскресшего В третий День Из Мертвых И Вошедшего На Небеса И Сидящего А весной У Бога Отца Вседержителя Откуда Придет Он Судит Живых И Мертвых Верую Во Святого Духа Во Святую Вселенскую Церковь И Во Общение Святых Во Оставление Грехов В телесное Воскресение И В жизнь Вечная Амин И Не может быть Другого Способа Спастись Кроме Верой В Иисуса Христа Поэтому Перестаньте Изучать Иудаизм Изучайте Тору Пророков Зажигания Субботних Свечей Субботу Бог заповедовал Свечей Нет Поэтому Веруйте Господа Бога Иисуса Христа Так Спасетесь Вы И весь Дом Ваш На этом Будем Молиться Детский Весный Мы благодарим Тебе За то Что Ты Высловили Слово Божье И В виде Этой Книги Которая Называется Библия И В виде Духа Святого Которого Ты Послал Нам И В виде Сына Своего Который Явился Нам Во плоти Который Был Светом Для нас Он Пришел Своими Своими Примирил Потому Что Этот Свет Обличал Открывал Все Преступления Народа Я Господь Призываю Сейчас Твое Великое Святое Именно Каждого Здесь Чтобы Мы Просто Покаялись Если Кто-то Вдруг Когда-то Это Услышал Когда-то Это Увидел И Принял На Себя Чтобы Покаялись Просто Не Освободились От Этого Духа Ереси Того Что Быть Евреем И Изучать Какую-то Еврейскую Новую Традицию Это Путь К Спасению Это Ложь Потому Что Иисус Уже Все Совершил Мы Верим В это Мы Провозглашаем Что Кровь Иисуса Амураза Всякого Греха Что Мы В смерти Иисуса Христа Имеем Прощение Наших Грехов И В воскресении Его Имеем Бетование Жизни Вечной Мы Провозглашаем Что Нет Никакого Другого Источника Богдухновенности В словах Кроме Писания Тора Пророки Писания И книги Нового Завета Господь Мы Провозглашаем То Что Все Что Написано В этой Книге Есть Истина Все Слова Апостолов Являются Истинным Свидетельством Единственный Господь Достойный Поклонения Почитания И именем Которого Мы Можем Быть Спасены Провозглашаем Это На каждого Из нас Во Име Иисуса Христа Амин И И И И И И И И Амин Мелых Мелых Хм Эдон Эдон И И Амин Амин Боже Тип Провез И Субтитры 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 Субтитры